Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео у нас с вами будет такое очень необычное гадание. Мы с вами сегодня будем смотреть такую тему «Нужно ли что-то менять в моей жизни, в моей ситуации?». Часто складываются ситуации, когда, возможно, сам человек не может решиться на какие-то изменения и начинает задумываться, а стоит ли что-то сейчас менять или лучше оставить всё как есть? Что будет, если, предположим, я сделаю какой-то шаг, поменяю свою ситуацию? И вот мы сегодня с вами будем смотреть. Как всегда, будет три варианта ответа. Я вам предлагаю задать при себе вопрос. Стоит ли мне сейчас в моей жизни менять что-то или в той ситуации, которая вас волнует? Проговорить своё имя, дату рождения и выбрать один из трёх вариантов. Итак, смотрим первый вариант, второй вариант, третий вариант. Задайте при себе вопрос, нужно ли мне что-то сейчас менять или какую-то свою ситуацию. И выберите один из трёх вариантов. Ну что, я думаю, что надо наносить. Наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак, смотрим первый вариант. У вас семёрка Пентакли. Что я могу сказать? Нужно ли вам что-то менять или нет? Вот идёт такое чувство, что вы уже устали вообще чего-то ждать от своей жизни. Вы уже устали надеяться на какие-то изменения. То есть у вас настолько затяжной период либо вашей ситуации, ваши проблемы, вашей жизни, что вы уже потеряли всякие надежды, уже ни на что не надеетесь и не верите или не хотите. Но здесь идёт такой момент, что вам как раз не стоит что-либо менять в вашей ситуации, либо в вашей жизни. Так как вы уже столько вложили усилий в свои какие-то задуманные дела, именно задуманные свои обстоятельства, решения вопросов, что просто для вас, знаете, как было бы глупо бросать всё, как говорится, на полпути и останавливаться что-то, менять какое-то направление. То есть у вас просто, возможно, на данном этапе вам кажется сейчас, что нет смысла в том, что вы делаете. Вы наверняка думаете, что это неверно, раз нет никаких продвижений, раз нет никаких сдвигов в жизни, значит, я что-то делаю не так. Но на самом деле прогресс есть, он идёт. Просто вы пока не видите, не замечаете результатов своих действий. Вы просто пока этого не видите. Карта вам советует не сомневаться в правильности своих действий, не останавливаться на достигнутом, а идти дальше, продолжать бороться, заниматься тем, что вы делаете, и не останавливаться, не думать о том, что вы что-то делаете не так. Достижения будут, результаты будут у вас. И менять вам ничего не нужно совершенно. Вы уже прошли половину пути к тому, к чему вы стремились, к чему вы идёте. Менять вам ничего не стоит. Хорошо. Давайте дополнительно я сейчас вытащу. Мы с вами посмотрим всё-таки итог ваших событий, вашей ситуации. Если вот вы ничего не поменяете, итог, давайте посмотрим с вами итог. Вы всё-таки поймёте, что вы не напрасно потеряли время. Вы всё-таки определитесь, и вы откроете для себя совершенно новые горизонты. Скорее всего, в вас идёт сейчас остановка, так как связано, скорее всего, с другими людьми. То есть вы понимаете, что вы со своей стороны сделали максимально возможное, что только вы могли, что в ваших силах. И уже нет терпения именно ждать ответа, предположим, от других людей. Но как раз то, что вы ждёте, вы дождётесь. Наберитесь немножко терпения, ничего не меняйте, и вы получите свои результаты. Это вот кто выбрал первый вариант. Смотрим второй вариант. У вас тоже пентакли, только у вас девятка пентаклей. У вас идёт такой момент… Вот у вас, к сожалению, нет такого однозначного ответа «менять» или «не менять». Вам самим нужно определиться, а чего вы на самом деле хотите. Потому что у вас присутствует, что есть либо страх быть непонятным, но, предположим, достичь своего желания, достичь именно своих результатов. Но вас не поймут, вот ваше окружение не поймёт, что почему вы именно так действуете, почему у вас так идёт позиция. То есть вы именно так вот вы делаете к достижению своих целей. Либо остаться наедине со своими проблемами, но их решать благополучно. Вам нужно определиться. Вот у вас, понимаете, идёт такой момент, что либо оставить всё как есть сейчас, но вроде вас и устраивает эта позиция, но радости никакой нету, уже всё надоело, уже всё присытилось, уже не представляется какого-то просвета в будущем. Так что вы для себя уже поставили, что всё, как бы чего-то большего достичь я не могу. Или рушить свой привычный уклад жизни, рушить элементарно даже то, что для вас считается комфортным, и начинать менять. Но к чему придут эти изменения, вы для себя даже не представляете. Вы хотите, но вы не можете до конца полностью сами определиться, в каком направлении что вы хотите поменять в своей жизни, личную жизнь или ситуацию. Возможно, что у вас сразу несколько обстоятельств складывается в одно, и вы не знаете, с чего начинать, в каком направлении вам начинать двигаться. Вроде как и приноровились к своей ситуации, к той жизни, в которой вы сейчас находитесь, именно живёте, но не можете никак собраться с мыслями. Вроде как и привыкли. Хорошо. У вас, конечно, неоднозначный такой ответ, менять или не менять ситуацию. Давайте мы с вами сделаем дополнительно сейчас и просмотрим. Всё-таки менять. И если вы поменяете... У вас идёт такая ситуация, будут у вас шансы, будут поменять. Но вы больше будете склоняться к тому, что я оставлю лучше всё так, как есть сейчас. То есть когда будут предоставляться шансы, вы всё-таки поймёте, что и так хорошо, зачем что-либо менять на данную ситуацию, либо на данный какой-то ваш вопрос, что в принципе и так достаточно неплохо, комфортно. У вас будут некоторые шансы, и возможно, что вы поменяете, скорее всего, какие-то свои поступки, какие-то свои действия, которые могут улучшить вашу ситуацию. Но если рассматривать дальше, дальше позиции, то они не особо сильно будут отличаться от того, что вы делаете сейчас. И вы это потом поймёте. Когда вы будете что-то предпринимать, будут у вас моменты, но вы поймёте, что не особо они сильно отличаются, не особо сильно отличается вообще ситуация, то есть ту, которую вы будете менять. И просто здесь получается, что вы просто можете потратить время совершенно впустую на какие-то совершенно бессмысленные вещи. У вас и так достаточно неплохо ваша ситуация. И, скорее всего, вы поменяете больше свои взгляды, своё отношение на свою ситуацию. Иначе посмотрите на свою ситуацию, и тогда у вас придёт более такое душевное спокойствие. Вот у вас так. Так, это кто выбрал второй вариант? Ну и давайте смотреть третий вариант. Так, у вас старший аркан, и у вас колесо фортуны. Ну, здесь я вам могу сказать, что у вас, скорее всего, идёт больше как не смена, что что-то менять, а больше как начало в вашей жизни, начало этапа, начало чего-то. у вас закончился один жизненный цикл и начинается другой. В любом случае у вас однозначно идут перемены, хотите вы этого или нет. Можно, конечно, попробовать удержать прошлое, какие-то прошлые свои позиции, но вы просто потратите в пустую уйму сил и нервов. Потому что здесь, даже если вы будете останавливать какие-то обстоятельства, останавливать свои какие-то позиции, сами останавливаться, тормозить, всё равно эти перемены вас настигнут, хотите вы этого или нет. И вы потом это поймёте, что здесь уже идёт по вашей жизни вот эти перемены. И не от вас уже будет зависеть, готовы вы к этому, не готовы, хотите вы этого или не хотите. Но у вас сейчас начинается другой цикл в вашей жизни, который перевернёт, изменит. И вы к ним просто должны быть готовы. А что вот изменит? И какие будут перемены, мы сейчас с вами посмотрим. Потому что у вас как раз в вашей ситуации сейчас закручивается настолько, что вам только и успевай поворачиваться. Так, давайте троечки посмотрим вам, что у вас. Что у вас. Знаете, а перемены у вас идут в лучшую сторону и значительно в лучшую сторону. Здесь идёт такой момент, что наконец кто-то разбирается со своим жильём, наконец кто-то определяется со своими возможностями, кто-то укрепляет свои позиции дома, на работе, в каких-то важных вам вопросах, которые вы давно решали, никак не получалось. То есть то, что у вас давно долго тянулись проблемы, то есть то, что у вас никак не получалось, сейчас перевернётся всё абсолютно. Но именно в вашем случае это вам будет только плюсом. Вам, как я сказала, только остаётся подстраиваться под эти перемены, так как у вас начинается новый этап в вашей жизни. Но этот этап принесёт вам радость, гармонию, новые возможности, силы вам даст. Вот этот этап, который у вас сейчас идёт, вам даст силы, уверенность в том, что действительно у вас тоже в жизни могут быть перемены. Так как затяжной период, который давно у вас тянется, и казалось бы, что вы ходите по кругу и ничего не решается в вашей жизни. И вот как раз сейчас уже Вселенная, Высшие Силы вмешиваются в вашу жизнь для того, чтобы кардинально её изменить. То есть то, что вы заслужили своими усилиями, своими молитвами, своим трудом, то, что вы, к чему вы давно стремились, и то, что долгие годы у вас не было никаких продвижений, просветлений вашей жизни сейчас у вас это идёт. Так как здесь, в вашем доме появляется радость, появляется благополучие, и вы, наконец, почувствуете вот нужным для кого-то на работе, и вы почувствуете, что действительно в вашей жизни наконец идёт успех. Вот у вас так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился расклад. Я вам всем желаю, чтобы все ваши задуманные дела исполнялись наилучшим образом. И, как всегда, подписываемся на канал и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...